Ну что ж, уважаемые любители доты, мы здесь продолжаем с Димоном и Сергием, но не раду ни с кем наслаждаться замечательной дотой, которая происходит у нас в рамках Virtus.Pro против HellRaisers, и драфты уже начались, вот это да, первые пики в виде Рубика и Абадона, Аташеров. Ну, два героя хорошо прям, это у бэтрайдера контрят, один щиты, второй не дает, в общем, если у парня есть реакция, ты всегда зателькинаешь бэтрайдера, если не в Блокенбаре, а до Блокенбара, ой, как долго жить. И Братрум, ну, ВП начинает нас, точнее, продолжает нас удивлять разнообразием своих драфтов. Опять же, мощный лайн, что-то из серии бэтрайдера и Спирита, только бэтрайдер и Братрум, но, в принципе, не слабее. Тоже очень хороший лайн. Пэлл со Сларком в бане, опять же, всякой грязи в Virtus.Pro не хотят, что выпикал противник, потому что, опять же, Сларк, да, с Пэллом очень серьезно надоел уже на квалификациях. Суперпопулярные два кора, еще в бане. Ну, кому-то точно не повезет. То есть, опять берешь кора, в него уже влетает лосо и влетает спиртбрекер. Поэтому кору желательно быть полезным, даже если его убьют. Варианты? Блин, что фулл спирит наставляет после себя или все? Мне нравится вот этот после Димона Монолога варианты. Да, да, да. Не, ну, Найкс, вроде как, с одной стороны, его вроде пробивают здесь, да, но он достаточно жирный, и, если что, Абадон тоже спасет. Он против Лавстилера, опять же, эти два героя очень хорошо работают. Знаешь, Лавстилер хорошо работает против Батрайда на лайне, но потом по игре лосо по нему бьет, по нему бьет Назерстрайк, по нему бьет все. Слева прям чувствуется вот эта вот нотка, вот эта вот тактика непобедимого жира. То есть там такой плотнющий... Мы уже сегодня видели одну тактику непобедимого жира. Нет, там, к сожалению, не было... Там некому... Давай так, там был Дум. Почему его сейчас нет ни с одной, ни с другой стороны, я не совсем понимаю. Но слева прям такие мощные ребятки, они идут, причем они уже довольно-таки неплохо бьют. Найксу убить пока нереально, если он нажимает рейдж. Все эти три героя ему мало что делать, разве что Спиртбрекер будет дизейблить башем. И мы ждем Дума. Я жду Дума, я хочу увидеть Дума для Хэлл Рейдер. Опять же, Руби хорошо работает против Спиртбрекера, если Телькинесс опять же не потрачен. Ну, ты не разгонишься нормально, если он где-то рядом с твоим кором и так далее. Здесь пак очень хорошо работает для Хэлл Рейдер, потому что он Спиртбрекера будет напрягать на протяжении всей игры. Он у Фуриона очень хорошо ловит. И с Найксом он прикольно сочетается. Два героя есть такие мощные пак и Клокверк, которые гоняются прям за Фурионом и за Спиртбрекером. Не дают нормально им что-либо сделать. Ну, на их месте, по-моему, хочется взять Дума, просто взять вот этого синего Огра, повесить щит на себя, на Найкса. И если обратить внимание, у Виртусов вообще нет никакого рассказа, у них просто все герои бьют с руки. Но это вот та самая, кого будут бить, и она все равно будет полезна хотя бы тем, что она дает Ауру. Ну, кроме этого, она, конечно, свапает из-под лассо, та же, как Абадон дает щит. Так что уже два из кейпа. Бэтрайдерам не хочется быть тройкой вообще ни разу. Ты уже хочешь Бэтрайдера делать какой-то пятеркой, потому что очевидно, что любое лассо, оно идет либо в щит Абадона, либо в сваппинге. Учитывая, чем занимались Виртус Про в прошлой игре, я не думаю, что они сейчас покажут супер-хай-левел игру, где они как-то разведут Вингу на два свапа, Абадона на щит. И после этого красиво залетает Бэтрайдер, ловит Найкса в лассо, они его убивают. Я в это не верю, учитывая, что в прошлой игре они просто творили полную пичь. Да зачем? Можно не убивать лассо через лассо, можно просто пикнуть ТБ и бить Лассо. Вот, пока ТБ это, наверное, единственный светлый герой в этом пике, единственный персонаж, который способен. Мне кажется, он самый темный. Нет, он реально единственный светлый персонаж в этом пике, потому что он единственный, кто реально делает много всего хорошего против Хэлл Рейдерсов. У тебя будет абсолютно та же самая игра, как была против Модус Юнити. У тебя есть Террор Блейд, классическая игра Виртус Про годовалой давности, когда у них был Террор Блейд, и у них были все герои для развлечения, менеджеры по развлечению. У тебя Спирит Брейкер бегает, Фурион туда прилетает, Бэтрайдер тоже, супер мобильный парень. Ты куда ни придешь, везде можно килл сделать с этими персонажами. И Виртус Про будет абсолютно так же играть. Они вот все три игры играли, давайте драться, давайте драться с нулевой и до последнего. Теперь ситуация противоположная, то есть теперь слева ребята не имеют особо магического раскаста, они только бьют с Рукио, у тебя слишком много брони. И бить с Рукио почти нереально подобным драфтом. Блин, слушай, где ты? На самом деле, не завидую здесь Рубику, если взять то, что ты постоянно будешь оказываться в центре замеса, какую бы ты позиционку здесь не принимал. Ну да, потому что тебя пробивают всю эту позиционку, у тебя несколько персонажей, которые могут оказаться где угодно в тимфайте по позиции, и Рубику здесь реально больно будет. Батти на Рубике он стоит за Абаддоном, Найксом Вингой, и... Вот такой шеренгой они стоят, короче, паровозом, и вот этот парень точно в максимальном стаде. Ну, Виртуз Пром, на самом деле, очень круто вырисовывается, они Рейзеры забанили, но они могут Фуриона в мидл поставить, и у тебя получится лайн такой, Бэтрайдер, Спиритбрейкер, соответственно, сложная линия, Фурион в миде, и Террорблейд плюс герой... Нет, вру, он уже забанен, поэтому все это идет. Оркала я хотел предложить, а он, я его не увидел просто изначально. Шторм Спирит у нас в бане последним, ВП сейчас будут пикать себе мидера, я так понимаю, ваш РФ Ласт Пик. 22-й. Они могут, в принципе, перекрыть вообще чем угодно, я так понимаю. Тут даже бруда условная может быть. У меня ощущение, что это нун на нэчпрофите. Думаешь, это мидолвый Фурион? Он такой он толстый будет, прям с саурами такой, знаешь, фирменный. Запафает ТБ хорошенько. Ну, мы хотим, мы надеемся. А, я бы СФ какого-то хотел, честно говоря. Рэн. Да, это либо Бэтрайдер, либо Фурион, соответственно, у тебя в мидл отправляются. Ну, Фурион, да, вот мне изначально... Вот еще одна глобальная тема, да, то есть Ливенормор на всю карту, если взять то, что у тебя Фурион, в любой точке оказывается, этот Баратрум тоже самое, и Эмба. Они все супермобильные четыре персонажа. Хотя Трент гуляет, где хочет, Бэтрайдер летает, как хочет, Спиртбрейкер бегает, где хочет, и Фурион тоже прилетает. Я за Ашеров, Эмбер Ван Лав. Эмбер тут прям реально месит всех. Эмбер ловить нечем. Эмбер прям реально, хороший Эмбер в хороших руках, он здесь разваливает соло. Итого, ты считаешь, что под Рафту Ашеры выиграли, и это вполне вероятно? Да, осталось реализовать. Окей. Ну, мне тоже они нравятся, но опять же, это реализация, как это будет. Если в Вирту Спроях опять в этом диком замесе, который не проводит там первые 10 минут, их смогут там переубивать и преимущество взять, и Таро Блэйду все будет хорошо, то, ну, возможно, они закроют эту игру. Ну, так, герои слева мне тоже импонируют куда больше. У них больше аутов против героев Вирту Спро. Твоя позиция ясна. Давайте узнаем, что там у нас по поводу коэффициентов. 1.65 теперь в пользу Ашеров, друзья, по всей Best of 3 серии. И Вирту Спро являются аутсайдером в этом противостоянии. Что думают по этому поводу наши комментаторы? Мы сейчас у них узнаем. Мы думаем, что это центральная линия Бэтрайдер, а не Форион, вопреки ожиданиям аналитиков. Потому что вы знаете, кто пикал просто. Конечно, конечно. Посмотрел такой, ну, взял Бэтрайдер и такой сумничать решил, да? Да, и плюс видно, что Вирту Спро более ответственно подошли к выбору героев на вторую карту. Больше у нас не будет рофла игры. Здесь все будет серьезно, максимально. Опять Рамзес будет отыгрывать на ТБ, как мы видели сегодня. Я тоже считаю, что двоечка выгодная здесь на ВП, да? Ну, вообще, да. Смотрится как бы перспективненько. Я бы призадумался даже. Призадумался, да? Я ни на что, конечно, не намекаю, просто говорю. Да, ну и, конечно же, Хеллрайзерс тоже неплохой выбрали пик. Но вначале будет сложновато, как и говорили. Прогрызть весь армор этого ТБ будет очень сложно. Но ласпиком они забрали себе Эмбера, что вот хоть какой-никакой магический урон тебе дает. Все-таки для команды. Но будем смотреть. В любом случае, ты здесь кому больше предпочтения даешь? Кто тебе нравится? Я ЗВП. ЗВП? Да, я уже на двоечку сосмотрелась просто, поэтому я ЗВП. Я понял. Как, в принципе, и большинство, я думаю. В принципе, и я тоже, наверное, дам... Ну, большинство вместе со мной тельтанут, значит. Ну что ж. Почему? Это по какой причине? Ну, если двоечку поставили, значит, не зря. Значит, кто-то здесь знает товарищи у нас, партнеры. А-а-а. Если только так. А что, ты хотел, чтобы тебе двоечку подписал или что? Да нет. Спасибо. Не надо меня. Я это... Мне же нельзя сдачу давать, правильно? Ладно. Так. У нас 1-0 в пользу HR, напоминаю. И уже готовится под первые баунти. Возможно, даже опять у нас будет какая-нибудь ранняя-раняя совсем первая кровь, как было в прошлой карте. Ранняя первая кровь. Ну, то есть до появления... Звучит кайпово, да. И выхода крипов. Посмотрим. Пока вопрос не особо на этот счет стоит, потому что, судя по распределению героев, никто стенка на стенку заходить на баунтосы не хочет. И там уже на прочек пошли и фурионовские тренты. Энты, точнее, они тренты. А сам тренд, тем временем, на топе. Можно сказать, что мини-тренты. Я думаю, никто тебя за это не осудит. Древесные карты. Да, в любом случае. Опять дань уважения какая-то резолюшна. Не, в прошлый раз, по-моему, типа для рамзес. Рамзес. Да, теперь резолюшна. Каток не хватит всех по типу. Нет, подожди, нет. Резолюшну. А резолюшн типнул рамзеса. Да, как раз таки. Я не знаю, это, видимо, какая-то реально дань уважения команды Ашер. Ветерану из НТО. Медик работает. Видимо, да. Можно на халяву латать очки. Неплохо. Нас этих хватит, скоро, такими темпами. Отжимает ванпост Заяц. Решили здесь сыграть грязненько. Ну, просто раз они, по-моему, так же сделали. Да, в итоге две баунтируны с одной стороны. И все шоколадно получается. А резолюшн пошел, пошел. Стопить крипов, я так понимаю. Они вообще все деревни не стопить пошли. Видимо, да. Видимо, да. Ну, тут уже, мы видим, Эмбер спрятался. Пока что он здесь один. Ну, и, конечно, неприятная линия получается внизу. Именно для команды Ашера. Плотный достаточно спиритбрейкер. Тоже неплохой по статам у нас фрёр. Ух, как стопит. Который будет тебя харасить постоянно. И вниз перетягивается уже на помощь винга. Будет здесь мипошка помогать. Просто шикарно получилось. Теперь по таворам будет у нас пачка крипов. Пытался в ответ, кстати, они тоже немного постопить. Но получилось не очень красиво. И Рамзес уже пошел наваливать с метаморфоза. Да, и как-то спокойно не полосхитишь, когда у тебя есть два рейнджевика на линии против тебя. Точнее, который тебя может харасить. Плюс еще один из них ТБ, у которого увесится достаточно тычка. Ну, и Резолюшн наверняка себе Блэйстоун взял. Как это обычно делается на стартовые деньги. Ну, и поэтому тычка у него еще увесистее. Ну, тут очередные маленькие тринтята призываются. Так, сломали. Кстати, Абсервер здесь неплохо. Мипошка забирает его. Заяц взялся и разбег. Это значит, что нужно его нажимать. Нажимает. Он его уже нажимает, да, и врывается на Эмбера. Эмбера начинает бить. Все еще есть форма у Рамзеса. Эмберу очень прям больно. Форма кончилась. Резолюшн пытается подбить. Еще обороты буквально. Ну, тут пичка. Пичка, давай. Пух, там форфай работает. Но все равно неприятно. У тебя регена не так много. У тебя остались только там гуси. Но там гусики. Но вот тут есть. Мы видим, что еще и тренд протектор у команды Virtus.pro. А это значит, что резолюшн можно вообще никуда не уходить. Он уже фуловый. Плюс фласк сверху залетает. И можно продолжать агрессировать. Назвался стоять против криптуи? Терпи. А теперь нападение, правда, на Мипошку. И вот Мипошку-то заберут, скорее всего. Мипошка. А еще буквально ударчика не хватило ему. Не получается. На то, не кого уходит. И кто-то другой в итоге выжили. Там тоже, скорее всего, фласка должна быть. Хотя, суть по тому, как он медленно регенится. Он только там гусами отъедает. Да и в любом случае задачу свою здесь выполняют, конечно же. Игроки команды Virtus.pro не дают фармить Эмберу. Я думаю, они хотели здесь даблкил уже сделать. Ну, это как максимум. Программа минимум. Просто не давать фармить Эмберу. Ну, с первой пачки ты забрал крипов нормально. Ну, это все, что пока что у него есть. С другой стороны, мы понимаем, что здесь даблай, рано-поздно. Рано или поздно. Трипла. Да, тут уже трипла получается. Да, и рано или поздно случилось очень рано. Потому что была перетяжка как раз-таки от Рубика. И это первая кровь для команды Ашер. Забирают здесь у нас резолюшн. Могут еще подбить здесь немножечко сейчас Эмбера. На из трипла. Подошел теперь здесь еще на помощь у нас Солич. И Солич. Получается, картина тоже не очень интересная. В ответ фрага никакого не сделали. Хорошая работа от Ашер. Экспы немного получил Эмбер до второго. Только после этого трипла подтянулась. Еще и на Миппорте пошли теперь в ответ воевать. И должны в этот раз его забирать. Ну, должны. Тут уже Рубик ничего в ответ не сделает. Но Рубик тоже сейчас по факту не такой боевой персонаж. Ну, что он сделает? Ну, у него станция, огромный кулдаун. У него второй спейл, который тамажит. Ну, да. Пока что в начале он не так полезен, как потом по игре. Ну, и в итоге один-один пока что по фрагам. Самое главное для Virtus.pro то, что продолжать фармить Рамзес на линии. На центральной линии у нас... Нормально все. Предсказуемое противостояние. Да, вряд ли здесь что-то делает Ноу-Ан так сильно. Тык. Мистер Никсу. Ник, кстати, может сейчас Ноу-Ан и затыкать такими темпами. А что там по регену? Нет. Все. Отрачено. Да, и в таверну отправляется Ноу-Ан. Вот так вот очень легко. Фраг делает мидер. В общем, и кэрри даже. Соленова. Тут еще будет забирать Рамзеса. Да, минус. Печаль-беда какая-то получается. Ксане щит у него закончился. Бить его нечем абсолютно. У Зайца вообще там... Да, появились баши. Он уже скачал. И Соло будет пытаться что-то ему сделать. Но хоть и тысячка у него мощная, все равно... ...оказывается недостаточно. Забирает его себе Рубик. Не себе, а деньги за него забирает и отправляет Курьера отдохнуть на какое-то время. Ну, а Шера опять шикарно начинает. Да, и у нас продолжается экшн внизу снова. Драки просто не прекращаются. Тут Заяц. Его избивает. Наверху оставили Фаника. Но Фаник себя чувствует просто отлично. 20 на 8 умеет по крипам. Уверенно стоит. Регена очень много у него. Ну, а чем результат делает? Ну, да. Он может просто тыкать с руки. Он в другом городе. Это тоже. Наверное. Так, Рамзес тем временем прожал очередную форму. Кстати, Резолюшна здесь неплохо. Так уже начинает сам Фаник напрягать. У Фаника... Слушай, Резолюшн в таверну, похоже, да? Какие соло-фраги не делают отличные? Но тут трудно иначе. Так, здесь Заяц встречает Рубика. Стратегия ВП — терпеть. Пока они с ней справляются не слишком успешно. Но дело идет. Пока что, видимо, у Рубика проблемы. Здесь в Толо есть замедление. Да, подтягивается Рамзес. Рамзес получает стан. В итоге Рубика выживает. Не хватает урона, чтобы его забрать. Вот уже который раз урона не хватило. Ну ладно, Крипстат-то идет нормально у Террора. То, что он погиб один раз, это еще мелочи жизни. Там все-таки быстро он откатывается. Еще маленький уровень. А вот дальше проблемы возникнут, если это все не закончится. Такими темпами, кажется, не закончится. Рамзес погибает здесь. Закончилась форма, да. Не было какого-то моментального захила. Конечно, висел Левинтормор, но этого недостаточно. Погибает тем временем также у нас еще и... Он задан на Саптавра, так понимаю. Да, все верно. И Резолюшн улетает с линии, потому что не выдержал натиска просто фаника. Ну, Рунки 2 забрал со своей стороны соло. Тут уже никакого контеста не было со стороны противника. Ну и Аширы со своей триплей... Внизу опять какой-то экшен у нас намечается. Разбег. Есть разбег, да, на Эмбера. Эмбера пока что без шестого. Просто убежать на ноге, возможно, будет сложно. Не хватало еще на пятый перплей шестой взять. Да, было бы неплохо, если была бы такая опция. Но нет. Ну и в миде мы видим, что себя отлично чувствует просто лайфстилер. Так, есть все-таки нападение на Снаксане. Есть у него Флэмгвард. Но тут как бы четыре героя команды Virtus.pro. Спруты, кстати, не полученные. Проблемы с Снаксаней. Сейчас должны его добивать. Слушай, он еще живет, еще и фисты кинул. Нет, все-таки, конечно, погибает кэрри-мидер команды Ашир. Да, и отправили его в таверну. Но очень битый отсюда уходит Virtus.pro. Ну да. Как минимум фраг взяли, все-таки и то неплохо. Но Resolution он достался. Рамзес в этом отношении оказался не удел. Но все равно у него топы... Нету, в команде Кривстат там еще не факт. Почти четвертая венга взяла. Это тоже плюс к стану дэмэдж будет. Ну и что? Будет какая-то ответочка? Возможно. Да, и там тем временем коэффициенты у нас на карту от нашего партнера по рематч. 1,95 на Ашир и 1,8 на Virtus.pro. Да, пока неопределенный, я бы сказал так. То есть, пока не знают. Ну почему-то фраги делают, а Вера подупала в Ашир немного. Ну, да. Пока так и есть. Но по пару пока у Кора все неплохо. И Курьеров опять режет. Что-то как-то Рубик уже... Ну как, этот игрок, он уже вторую игру теряет. Да, Рубик сейчас может за это поплатиться жизнью, но нет, Зайца останавливает вовремя. Хороший бодиблок от рентят маленьких. Есть в Вэмгвард. И в итоге Рубик с прутами закрывает его, дает фейтболт напоследок и погибает. И опять же Залюшин фраг забрал. Слушай, Заяц зашел, но вряд ли хватит урона, чтобы его здесь наказать за это, за то, что он загулял. Заяц зашел, Заяц вышел. Да, сюда подтягивается ноу-1. Имеется у него, если что, шестой. И вот будет сейчас, видимо, нападение на мипошку. Мипошку просто жгут. Но, я так понимаю, лассо там не имеется, да? Без лассо пока играет у нас бэк. А, что он качает, интересно. Видимо, замаксил напалм. Ну да, судя почитаю. Интересно. Эспективно. Не было какого-то доп-контроля. В итоге фраг сделать не удалось команде Virtus.pro. И на этом экшен, видимо, не заканчивается, потому что ВП не уходит. Оставили пока что одного лайфстиллера, а у него уже летит дживелин. Контроль для собаков. Тем более через иммунитет к магии, когда против тебя не сыграет. Ну нет, он появится рано или поздно. Но, видимо, чуть позднее. Так, тем временем мне плохого курьера там подрезал фаник, я так понимаю. Да, очень сыграл. Заяц подрезал. А, это курьер фаник был. Все, прошу прощения. А фаник сам пошел в атаку. Обиженный жизнью за этого курьера. Теперь уже последняя тычка. Мстеть, мстеть будет сейчас. Вот смотри, это неплохо. Сюда иди, забрал моего курьера, а я заберу твою жизнь. Но нет. На 2-3 хп нам стоит. Да, заяц слишком плотный. Он решил забрать тут, кстати, фарм у Нунчика. Неплохо, неплохо. Если сейчас удастся пару криточков забрать, уже будет приятно. Сейчас взорвется и всех крипов заберет. Да, сюда иди, говорит, тоже. Слушай, неплохо здесь фаник зашел так в наглую на характере. На авторитете. На стаках. Да. И заберет. А мне хотелось досмотреть, он там заберет или как-то. Ты должен там. Нун ушел. Нун ушел, уже некому помешать. Ну, значит, уже лопнул. Да, это фарм для Абадоныча. Рамзайса поменяли линию. Теперь он стоит на легкой на своем положенном месте. Но против него все тот же злочастный Эмбер, который покоя не дает. На мете те временем вышку забирают. И мало что этому, получается, противопоставить. Пошел у нас от Соло и Зайца как-то. Да, есть перетяжка от Ноу Вана. Пошел Чардж уже от Зайца. И что, фаник попытаются забрать, но там как бы имеется ультимейт. Вот было бы Лассо, они бы Никаса забрали. Но Лассо нет. Да. На нету суда нет. Ну, он действительно за Макса Фэйрфлай. Стики напал на двоечку. Ну, возможно, это просто раскачка такая, чтобы фармить. Ну, вообще, видимо, не рассчитывал вот так вот рано как-то принимать участие в драке. В драках, да. Поэтому, почему нет. Так, ну и Таварата все еще стоят. У команды Ашер не удалось ничего забрать в Виртуз Про. Здесь уже фаник внизу. Вместе с Мипошкой прогоняют резолюшн от Тавара. Но сюда подтягивается также Ноу Ван. Все еще нет у него Лассо. Но имеется Зайц. Который въезжает. Но там пока что ультимейт в кулдауне у фаника. Фаник начинает манцевать. Сюда есть перетяжки. Драка будет за Тавром. Очень глубоко. Еще ТП сюда делает у нас сейчас Никс. В итоге погибает Заяц. Нет, Никс отменяет телепортацию. Но какая-то неуверенная совсем атака была от Виртуз Про. Слишком глубокая. Да. Непонятно, на что рассчитывали. Не было никакого дополнительного контроля. Нет, понятно, на что рассчитывали. На фраг. Просто не получилось. Нет, именно как реализовывал. Ладно, рассчитывать я могу на фраг, стоя просто на фонтане. Я надеюсь, что кто-то умрет. Было бы неплохо. Слушай. Но для того, чтобы это сделать, нужно какие-то ресурсы иметь. А ресурсов этих не было. Там у нас битва за баунтируны. Битва сейчас за Жизнекса будет, потому что на него разводят люди. Ну, не знаю, тут нунчика скинули вниз, неплохо его грызут. Есть Firefly, немножко не хватило урона. Опасный момент был для Виртуз Про, но мидер выжил. Знаешь, говорят, что если долго стоять у реки, то рано или поздно на него проплывет врага. Так что на фонтане стоять, возможно, тоже выходят. Я очень хочу посмотреть, кто это сказал. Это китайская мудрость. Китайская мудрость? Да. Хорошо. Надо запомнить. Привет из Китая. Так, ну а в миде, в миде хотят забрать частый один. Три героя находятся там, игроков команды Ашер. Работает Ливинг Армор, пробить не так-то просто. Катапульта, конечно, имеется, но мы видим, что просто так соло тавер здесь не отдаст. Но уже 3000 преимущества и топ-3 опять по нетверсам это Ашеры. И это звучит не очень хорошо для ВП. Надо бы, наверное, лосов качать. Надо бы. Надо бы. Но... А он зашел. Нунчик пошел, получил стан. Есть телекинез. Я, я не... Вот, вот как бы вопрос. Вопрос остается открытым. Погибает, конечно, здесь у нас ми-пошка. Но опять же, это размен мидера на саппорта. Ну и все-таки доедают здесь тавер сейчас игроки команды Ашер. И уже 3000 преимущества за ними. Что-то как-то грустненько. Да, это правда. Если я на прошлой карте мог сказать, что просто резвятся и куражатся у нас игроки ВП пока. Что-то как-то недорезвеннее немножко УВП. Ну, на самом деле, у них есть всегда план капкан, террор, который фармит. Бомба замедленного действия. Да, но и тем временем мы видим, что коэффициенты от партнера париматча нашего поменялись. Уже не верят они в победу УВП. И там 2.25. Верят, но на двоечку. Именно настолько. Так, Мипошку оставили пока что наверху пофармить. В это время внизу в четвером Ашеры нацелились, я так понимаю, на Т1. Ну, на что-то они там нацелились. Возможно, даже на тело. Нет, резервшно улетел. Соло. Соло рядом. У Соло есть. Нет, ульты у него тоже нету. Поэтому он может разве что Лиана накидаться делает. Это пока успешно. Наверху. В принципе, на Мипошку нападение. Мипошку пытались собрать. А он просто спапнулся. Ой, как же он спапнулся. Просто красиво. Заяц забежал очень далеко. Телекинез. Смогут забрать сейчас Рубика. Рубик погибает. Нужно бежать к Мипошке. Мипошка продолжает мансовать. Заяц также очень бит. Еще один спап от Мипошки. И уже под Т2 убежал он. И сюда уже идет перетяжка от игроков команды Ашер. Летит Никс, летит Фаник. И могут кого-то наказать на отступлении у команды Virtus.pro. И это будет Resolution, судя по всему. Хотели как лучше, получилось как всегда. Разменяли кора на Рубика. Ну и Лайфстиллер тем временем уже смыл штром. И с учетом нынешних реалий, а именно хорошего левела, который он получил на миде, можно не только фармить, но и подраться с этим замечательным предметом. Что по драке? Ну там вниз вроде как разгон берет сейчас у нас Spirit Breaker. Попробует ворваться на Ксане. Ксане. Он сейчас еще и Соло здесь накажет такими темпами. Нет, Соло пока сэвит с Левинармором, но сделать они вдвоем этому товарищу явно ничего не могут. Ну такое, здесь уже Resolution прилетел на помощь. Ну вот теперь, мне кажется, Ксане заигрался, да. Он слишком долго здесь испытывал судьбу и... Испытал. Испытал. Барабаны появляются пока что у Рамзеса. У него в Рейсбендов там полный пак плюс барабаны. Он довольно статовый получается. Возможно, через статую продолжать играть и будет. То есть мы снова увидим первый там мантастайл. Ну, не исключено. Так, вверху довольно сильно запушилась линия. Отступают пока что Ашеры. У Бэтрайдера появляется ТРВЛА. Лассо уже имеется. Ну, здесь продолжает фармить. Дальше, наверное, блинк какой-то будет. А в это время заходит на Рошана Ашеры. Да, им тут помешать никто пока не пытается. Да и, в принципе, не подозревают. Я так думаю, что Рошан забирается. А все в вардах у Ашеры. Подходы никакие не заваржены в ВП. Или это все было уже разбито. Да и, в принципе, ранний Рошан очень для пика Ашеры. Ну, долго они его пилить будут. Ну и пили долго. Ну, заберут. Ну, ладно, пока ты бишь Рошана, враг отчаяться. Ну, я бы не сказал, что прям очень много что-то делают по карте Верку СПРО. Ну, особо много и не сделаешь с Аегисом на таком таймере. Я тебе не на ХГ заходить, это за Т1-3 нет. Ну, ладно, за Т2-2 побороться. За Т2, видимо, да. Да, Рошана забрали. Аегис, конечно, достается к Эре. Это мистер лайфстиллер. Ксани все еще внизу пока что барабаны себе дофармливает. Заяц осматривает территорию. Ксани посмотрел. Там Соло могут сейчас найти наверху. Вдвоем попробовать его забрать. Да, Соло бог не пускай умирает. Ну, как бы это все равно фраг. Соло пока не спрятался. Но самое главное, что уже тысячи лет не трогали террора. А когда про террор забываешь, он им не имеет свойства выигрывать. Да. В каточке. Соло нашли. Но он слишком плотный, конечно, тренд. Свапают его. Ну, много времени, на самом деле, выигрывает. Более много времени. В общем, Тиммейт отдал, да. Ну, не отдал, а использовал по назначению. Потратил, да. Ливен Кармор смуровал Рубик. Это, кстати, прикольно. Так, в это время нападение на Фаника. Ну, как нападение? Мне кажется, Фаник готов здесь подраться. Да, и понимает, что не по шансам спиритбрекера улетает. Нет, Заяц руну отдал ему достаточно. Он большего не хотел, скорее всего. Да нет, это понятно. И три баунти руны для ВП. И одна для Ашер получилась у нас. Ну, что ж, неплохо. Но 3000 преимуществу все равно нет. Так, Рубик, похоже, загулял здесь, да. Есть лассо. Хотели его. Слишком много, мне кажется, внимания от команды ВП этому персонажу. Тут как бы драка-то продолжается. Сейчас могут попробовать Рамзеса забрать. Рамзес, может быть, под Саленсом. Выспевает заюзать Сандер. Но спасет ли это его? Нет, не спасает. Рамзес отправляется в таверну. Минус Кэрри. Еще Резолюшн сейчас могут подцепить. Опять спроты. Да, там что-то, ну, передумал деф из своего тиммейта. И в итоге они остались в меньшинстве. Ну, что ж, Рамзес забран. Резолюшн, дай бог, если уйдет. Уйдет Ли. Привязать его не получилось. Не, не получилось. Пуф-опри-пуф. И на фанико-разбег, чтобы немного оттолкнуть его подальше от Резоли. Ну да, от Резоли отстали. Ну, Кэрри в любом случае. ВП потеряли. Ну да, Лассо и там еще что. Без формы на одного только Рубика это довольно сильно. Опасного конкурента мы увидели. Ну, видимо так. Но с другой стороны, отыграли немножко денег ВП. Мы видим в целом по фарму. Всего лишь одна тысяча остается преимущество за командой Ашер. Продолжает фарм. Здесь НОВАН. Ну, его сейчас могут попробовать и наказать за это. Здесь НОВАН. Привязали. Ливенкармор есть. Рубикс воровал напалом. Телекинез. И НОВАН здесь заигрался. Да, это фраг. Это минус мидер УВП. Минус мидер, минус жизнь. И снова по этой тревышкой. Где-то мы это такое уже видели. Да. Соло здесь пока что окольными путями путешествует поверху. Ну, окольными путями по своей половине карты. Ну да, да, да. Это важный момент, да. Обычно это наоборот происходит, когда ты пойдешь. Но Рамзас все равно красавчик. Какая пытается сплитпушить. На втором месте по фарму в команде в своей первой вообще. Но видим то, что денег выручил на линии крайне мало по сравнению с Лавстилером. Но с мидером трудно тягаться в этом отношении. На миде линия создана для того, чтобы... Ну, я бы не сказал, что он прям совсем мало имеет по фарму. Не так уж и сильно он отстал. Всего на второе место. Да, лидирующий в параметрах по фарму в своей команде. Это самое главное для кэри. Ну, знаешь, если ты лидирующий в своей команде, но у тебя меньше, чем у четверки на Тверсо, например. Это вообще так все. Да, поэтому тогда все предрешено, если такая ситуация. Так, нападение опять на Ноуана наверху. Но нет какого-то контроля у Никса. 12 на 8 счет. Катка теперь получается не такая активная, ну или не такой интересный экшен, скажем так. Где-то соло-таргеты находят, забирают их толпой, и на этом заканчивается история. Мипошка пошел Нуна искать, а Нун оказался хитрей. И фаерфлай у него тоже закончился, поэтому он беспаривно уходит. Это большинство, я думала, но нет, он решил... Нет, он останется, заберет еще одну пачку. А какой смысл ему уходить? То есть, ну, нужно фармить. Он понимает, что небезопасно находиться на своей половине, вот именно на верхней части леса. В жизни вообще смысла нет, не только в этом. Вух, начинается. Как-то прям сразу, знаешь, обычно люди к этому подходят как-то постепенно. Ты просто, знаешь, с плеча рубанула прям, ух, серьезные темы. Но серьезные проблемы сейчас у Резолюшна. Здесь забирают его здесь спокойно Ксани. На него врывается заяц, стола здесь тоже неподалеку. Но Ксани должен бежать, он уже закинул там арену, он сейчас идет на него. Или ползет отбега. Или нет, или да. Привязал двоих, хорошо. Тем временем погибает Рамзес. Тем временем погибает Рамзес и забирает его Рубика. А вот это интересный момент. Это, так понимаю, втроем, да, здесь удалось его забрать. Судя по всему, через свап, да, Винги, какая-то инициация была. Ну что, пока Шеры берут БК за рога, но преимущество по золоту не набирается особо. Но забрать Рамзес многое стоит. Как минимум 30 секунд еще спокойствие. Нунчик пытается крипскипать, сплитпушить, но здесь уже за ним выехал Фаник, начинает вгрызаться. Неподалеку Мипошка. Он уже второй раз так делает, в прошлый раз его забрали. Сейчас он, возможно, на ХГ заберет СТП сделает. Да, он так и делает. Успеет ли его кто-нибудь остановить? Мипошка! Нет, 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 успевает Ксани. Успевает Ксани, и он быстрее здесь оказался. Есть привязочка и минус 0,1 опять. Опять в таверну. Но! Я не знаю, что значит. Ну, я бы не сказал, что это плохо. Глобально. Но потом, что Ра-Рас ПП-трепидал. Ну, умер, и что? Но я его прекрасно понимаю. Я бы тоже фиганула, да. Он понимает, что нет возможности пока что ВП драться 5 на 5. Опять же, Аегис был, он просто крипскипал. Пачку он там крипов забрал, да, погиб. Но в целом на экономике это как-то не отразилось. Ой-ой-ой-ой! Как же красиво сейчас могло быть! Тут немножко не хватило урона, чтобы дофоксить Рамзеса. Везолюция пошел. Ай-яй-яй, тут немножко загуляли Ашеры. Погибает Рубик. Нужно бежать отсюда Никсу, но Никсу не может ходить. А где ластол? А софта вернее. Никс убегает. И тут, по-моему, Заяц теперь загулял. Заяц сейчас могут наказать. Да, есть боевого в террор. Стан залетает. А кого еще накажут? Может Никса в этом кататься? Слушай, а тут Сандер. Тут Сандер. Есть вап. Мипошки. Хорошо. Хорошо спасает Никса. Есть дизарм. Пока что Рамзес не может драться. Сюда прилетает Нуван. Готов кого-то цеплять. Например, Фанника. Например, Мипошку. Не знаю, кого в итоге заберет. Мипошку, наверное. Ласота имеется. Да, в итоге потащили у нас Вингу. Вингу заберут и заберут еще и Фанника. У Фанника Бороу Таймон еще может пожить и грязь наделать. А вот Никс приходит драться с Рамзесом. Рамзес не может отсюда уйти. Очень сильное замедление. Пытается драться на мужика, конечно. Но ничего из этого не получается. Это минус очередной. Что-то как-то загуляли Ашеры. Это еще не конец резолюшен. Хотя нет, подождите. Почему Ашера-то нет? Наоборот, ВП загуляли. Наказали их здесь на развороте Ашеры, получается. Забрали Рамзеса, забрали Резолюшена. Но все началось с Зайца, который решил пойти на другую сторону речки подраться. Ну да, да. И все за ним пошли. В итоге все фиданули. Зайц не хищен. Так вот, по поводу Нуана. Я его прекрасно понимаю. Он забирал крипов, улетал, погибал. Опять же, стадии игры ранней. Они так много денег дают. Ранее 20-й минуты. Ну, сейчас уже 20-й. Тогда не было еще 20-й. Тогда была минут 18-й. Ну, это еще ранее. Да? До 20-й, да. И, опять же, просто не давало пушить. Самая главная линия, чтобы не забирали товара. И вот мы видим, что только сейчас до товаров добираются Ашеры. Именно по миду. Ну, да. Товар забрали. Это хорошо. Но фрагов делают много Ашеры при этом. И с Рамзесом история получается не самая интересная, к сожалению. Сейчас в драке у нее не получилось выжить. И вообще трудно ему здесь что-либо делать без БКБ. Слишком много фокуса магического, всяких вот этих противных. Замедлений, станов и прочего. Нунечка, опять проблемы. Мы здесь опять нашел. Мепошка. Здесь уже Ксаня. Вот здесь загулял. Может, ему так, пока на лассу немного тянет время. Еще стягивает на себя плюс персонажа это Абаддон. Слушай, сейчас Мепошка может сгореть. Ну да, Мепошка сгорел. Слушай, ну это красиво получилось. Да, и Нунечка выживает. Нунечка выживает, и внизу здесь уже подпушивается линия. А Резолюшн, кажется, не уйдет. Будет ли какой-то контроль? Каба Резолюшн не один, здесь Соло рядом. Можно попробовать подстраховать. Да, есть, есть, сбиваю телепортацию. Теперь, скорее всего, Резолюшн уже никуда не денется. Соло бы уйти, наверное, как-то. Там я не уверен, что есть у него вообще детекшн. Возможно, даже не знает, что он здесь. А вот теперь знают. Закрылся, не видно его. Никто не видит. Есть просветка, теперь Соло будет погибать. А, нет он? Нет, не будет, он здесь пока что мансирует. И деревья отросли, как вовремя. Так, и Соло улетит. Полетели. Да, аплодисменты просто. Аплодисменты. Соло выживает, выживает Резолюшн. Отлично сыграно. Ну что, вот это получилось реально красиво. Кучу людей на себя стянули, никто не погиб. И все это время Рамзес. Да, и самое главное, что продолжает фармить Рамзес. Несмотря на то, что ситуация у него, конечно, по нетворцу все еще оставляет желать лучшего. Но он уже догоняет. У него уже по деньгам есть и манта стайл. Я так думаю, что уже его курьер должен лететь в направлении по тайной лавке. Да, манта появится. Дальше, может быть, опять через бабочку будет играть, через быструю после. Не знаю, мне кажется, пока больше. Как пойдет. Ну посмотрим, опять же. Хотя да, в прошлый раз он собирал быструю бабочку. Не слишком все хорошо было в игре. То есть, типа, не было какой-то надобности в этом артефакте быстром. Да, здесь они уже так не до вафлиться. Так, ну а Соло продолжает здесь вместе с Нунчиком крепскипать. Правда, сюда подтягивается также и вроде как Зайц, что готов ворваться, но нет. У них просто бесконечное путешествие на вражескую половину карты. Очень рискованное. Есть тревелла, могут себе позволить. Я тоже люблю рисковать. Ох, это прям, знаешь, такое заявление было прям. О, Санец. Сейчас вот Нун опять решил испытать. Так, Нунчика привязать пока что не могут, да, потому что там кулдаун. И зато есть Телекинез. Пока Нун. Удача в таверне. Но он Лассо потратил пока что, живет. Ответное Лассо даже Рубик не пожалел. Внизу нападение на Фаника. Паник без ультимейта и его сейчас заберут, да. Паник должен погибнуть. Нужно бежать на бошки. На бошке тоже можно цепить, в принципе. Резолюшн может это сделать через фрукты, но стан в лицо получил, и на этом история его закончилась. Вот теперь фрукты полетели, Лиан, это уже есть, и Рамзес через форму добивает. Даблкил для Рамзеса и, возможно, минус-то два вышка. Крипочки немножко далековато. Ничего, они Багдор могут попытаться побить. Нет? Нет. Ну, они-то сюда нет. Можно дождаться крипов, забрать в это время крипочков в лесу. Это работа для Резолюшн. Вот крипы подходят, и сейчас тавр должен падать. Багдорит, багдорит, еще Миссер Хаммер полетел от Соло. Так, Никс пришел сюда, говорит, а что у вас тут происходит? Вы ломаете мой тавр? Я сломаю ваше лицо. Да нет, вроде никому не ломает. ВП просто пока что отступает. Понимает, что не готовы принимать битву. Ну, заувнили эту часть карты все-таки. Теперь надо бы на топе поработать, там Т1 вышка еще стоит. В принципе, Начат Профис не точно может справиться. Да, ну а Резолюшн фармит себе Кримсон Гвард. Ну, это правильно против Икса, да, учитывая, что там только по-хорошему один герой, который может тебя как-то с руки пробивать. Ну, почему? Еще Эмбер может со временем. Ну, это со временем. А там уже практически готов. Ну, кто понял, жизнь тут не спешит и собирает Кримсон Гвард и ждет. Окей. Удачи им, хочу могу сказать. Да, тут удачи понадобятся, на самом деле. ВП. Но они потихонечку убираются с финансовой ямы. Видим преимущество по золоту, так, а широ никакого нормального и не получили. А вот минус два тавара они получили. Наверху. Наверху сейчас, возможно, подставится Резолюшн. Резолюшн. Ночь его пока что укрывает. Но ненадолго. Ненадолго, потому что, скорее всего, сейчас он в таверну отправится. Луна светит всем. И злодеем и жертву. Это правда. Так, внизу у нас Никс. Но здесь один. Улетает науан. Продолжает он по этой стороне карты бегать. И видим, БКБшку забрал себе. А вот по поводу Рамзеса интересная история. Что он там фармит себе? Бабочку, бабочку. Да, все-таки бабочку. Рисковый парень. Ну, опять же, пока ничего не происходит для команды Virtus.pro. Они продолжают грамотно отбиваться по линиям. Сплитпушить. И нет какого-то движа по карте, чтобы как-то Ашеры пошли вперед. И уже попытались зайти на хайграунд. Так, он не подобрал. Время есть. Лук и два телескопа. Это Кивер, это Колчан. Да, Колчан. Колчан и два телескопа. Здесь все верно. Есть смок от команды Ашер. Но вот, возможно, под именно смок атаку удастся кого-то найти. Вот Колчан это просто супер предмет для Рамзеса был бы. Но он выпал Ашером. А что там, в принципе, у ВП есть по нейтральным шмоткам? По-моему, телескоп это первое, что они выбили. По-моему, Нувана поймали здесь наверху. А что у него БКБ есть? Он сейчас после Лассо может еще выжить. Ну да, Ливен Кармор, слушай, он еще и поживет. Он еще и сам Лассо потратил. Ой-ой-ой, Нунчик. Лассо не очень работает, когда рядом есть Абадон. Да. Нунчик сейчас погибнуть может, да. Есть Алики Нес. БКБ заканчивается. Снова Ливен Кармор. Но здесь Стан. Конечно, очень долго избивая здесь мидера команды Virtus.pro. Но все-таки отдали его в таверну. Он пролюбил 10-секундное БКБ. Это да. Это вдвойне неприятно. Тем временем появился Роша. И на него заходит Ашера. Заходит. Ну там еще Майндбрейкер появляется для ВП. Выпала эта штучка. И, возможно, ее так резолюсно себе и оставит. Хотя там, бог знает, что сейчас у Рамзес лежит. По-моему, у него Аквила лежала последняя. Так, Аванпост перезахватили. Это пока не имеет значения. В ответ тоже ничего ВП толком не делают. Ну, подпушивают немного мид. Остается отталкивать и поподальше, чтобы на пуш сразу после Ашана не пошли. Ну, если они, конечно, подозревали то, что его берут. Должны были подозревать. И появляется бабочка. Ну, меньше 1000 золота оставания между Рамзесом и Никсом. Да, да и в целом по экономике ситуация не меняется. Да, по ладить с фортом его. Там какое-то время даже ВП лидировали 1000 золотых. Вот сейчас у них немножко неудачный был отрезок. Снова лидирует Ашера. Но в целом нейтральное преимущество. Ну, то есть больше 1000 особо не растет пока. Но на самом деле видим то, что у нас очень много движок по карте Нун создает. Он фидит за все боли. Но все это время Рамзесу вообще никто не трогает. Вообще. Да, он создает спейс. Он создает спейс. Крайне необходимый, конечно же. Осколок Титана появляется также для команды Ашера. И это, кстати, нет. Но это, кстати, хорошее. И Пошка внизу Соло. Нашли. Есть Алекинес. Ну, Соло тоже решил помочь. Ну, в принципе, Соло тем же самым занимается. Просто за него не так много дают, как за Нуана. И у него не такая яркая роль, так скажем, в команде. В смысле, Соло не яркий? Я имею в виду, мидер, ну, основные роли какие. Это звучит менее пятерок. О, начинается. Это, знаешь, это уже звучит непросто. Сидимся в суде. Это просто, знаешь, лишь бы, как говорится, докопаться до каждой мелочи. Нас тут Заяц, кстати, загулял. У него паучьи лапки есть, поэтому, как бы, не проблема скрыться. Так, что у нас будет? У Зайца будет тоже БКБ. Звучит многообещающе. И пока до этой идеи еще Рамзес не доходил. Может, он тоже себе прикупит. Так, нашли опять Нунчика, да. Слушай, снова БКБ. Заяц. Заяц говорит, не сегодня, я готов драться. Но что-то как-то Нунчик не готов был его подержать в этом начинании. И поэтому обошлось без жертв. Ну, это Заяц прям кровопийца. Вечно в драке выходят. А Нунчик уже внизу. Начинает крипскипать. Там плюс еще и маленькие тренды от Резолюшна. Ну, опять же, ВП делают все. Просто все, чтобы команда Ашер не дошла до хайграунда, не сломала им строение. Да, им до Т2 выше как-то не очень хорошо получается доходить. Вообще, у них еще Аегис долго будет, поэтому можно просто собраться в горсти и дать какой-то бой. Там, кажется, проблемы с небольшими могли бы быть у Ксани, если на него нападут. Да, на него сейчас нападут. Его сейчас нападут. Ну, я думаю, у него Ремнант на отходе стоит. Вот там, по-моему, около Варда на районе Т1 вышки стоит. Так, кастует Соло уже. Сюда летит Резолюшн, и в Чипире героя ВП. Да, да. Без шансов здесь, конечно, для Эмбера. Что-то как-то он почувствовал, видимо, себя в безопасности. Ну, а там сразу же контрабабочки появились. Никса Сасина хотел сказать. Никса, конечно же, на Лайфстиллере. У него имеется МКБ. Когда Никс только начинал опять постоянно это история. Да, 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 было дело. Внизу снова нападение на Нувана. БКБшка у него, если что, имеется. Неужели придется снова нажимать? Жми! Ну, как бы нет. Йокорный бабай. Нет, нет, здесь уже в таверну. Ну, Андрей, что вы сидите? Здесь уже в таверну. Так. Сиджды на такое тратить БКБшку это было бы сильно. Там уже и так она не особо длинная, 8 секунд. А с 5-секундной по итогу вот этих всех разгонов остаться было бы совсем печально. Очень вязкая у нас вторая карта получается. После первой как-то вот совсем на контрасте. Тяжеловато даже немножко смотрится. Продолжает у нас сплитпушить, карибскипать Virtus.pro. Ну и фармить Рамзес, конечно же. Рамзес тоже с МКБшкой уже. Она к нему летит. И после этого, наверное, с Кади тогда уже делать статы продолжать. Раз уж такая история пошла. Да, показатель мы видим замечательный просто по фарму Рамзесу. Это самая длинная катка, мне кажется, этот трен. Да, да нет, просто... Ой, здесь у нас нашли Рубика. Ну как нашли? Он на своем месте был вот сюда. Ну, учитывая, что большую часть времени сейчас ВП проводит на чужой половине карты, значит нашли, скорее всего. Соло там выстаивает. Видимо, Лиана еще будет готова откинуть в случае чего. Но выбирается потихонечку. У него должна быть ТПшка, чтобы улететь оттуда. Да, мы видим, сколько по фарму сейчас отдал нас резолюшн. Он со своих тренцят маленьких, там 600 золотых. Соло прямо под... Нет, вышел из по центре Варда. Никто искать-то его толком не стал. О, неплохой, кстати, показатель по иллюзиям. Вот Рамзес, ну, почти 1000 золотых. Это убили противники на 1000 рублей этих иллюзий. Ну да, до этого показывали, сколько отдал резолюшн своими маленькими трендами, там 608 было. Кто больше нафидит в цифровании. Да, 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 кто больше нафидит. В сумме это уже больше полутора тысяч. А ну, насколько самим смертям интересно отдал. У него 7 смертей. Это... Такого наша статистика пока нет. ТВ подсчитать невозможно. Сложно. Бесценно. Да. Так, ну что, и вновь 1000 золотых за командой Virtus.pro. Снова забрали пачку крипов внизу. Ну, Ван уже наверх улетел на травелах. И продолжает толкать линию здесь. Пока что нет каких-то артефактов. Мы видим на врыв. Собирается там на ауры. Дальше у него будет вообще Солар. Здесь у нас нападение. Кстати, неплохо. Избивают Зайца, но... Зайц убег. Да. Ну, откровенно, в этой карте бесит. Он 20 минут последний просто ходит по лайнам и бесит Ашеров. Да. Здесь крипов подбил, там крипов подбил. И отдался за все. Соло. Соло здесь пытался на краешке спрятаться, но нет. Нашли его. Был вижен. И он погибает. Но не могут. Все еще не могут Ашер добраться до половины команды Virtus.pro. Да, потому что там отпушивают здесь отпушивают. Да, да. Чем уже и занимаются последние 10 минут. Даже 15, наверное, Virtus.pro. Не соврать. Это достаточно вязкая дота, но это самое главное для Рамзеса. Время, которому необходимо. И вот он уже вырывается вперед по фарму. У него топовый NetForce на карте. И он только продолжит расти. Когда в команде один Фурион, он уже способен вот так вот подвешивать. А тут еще и к этому присоединился движо и Бэтрайдер. Да, еще плюс не забываем приятные опции всегда на пенек трента прилететь. Да, куда-нибудь там за почти под Т3. Да, здесь пенек. Ну и Нун, видим то, что продолжает. Так, у него... А, это сетка просто лежит. Это сеточка, да, у него лежит в стэше. Ну ладно, будет крест делать, пай-пай есть. Ну, такой у него интересный. В целом, да, посмотрим, что по артефактам. Майнбрекер у Резолюшена. Паладин Сворд мы видели. Лапки у Зайца. Ну, в принципе... У Зайца лапки. Ну, за... Да, да, у Зайца лапки, только паучьи. Так, Соло. Сейчас почелы хоррора. Соло здесь, здравствуйте. Так, что это, нападение? Нападение на Ноу Вана, но Соло прекращает атаку и контр-нападение от команды Virtus.pro. И сейчас могут забрать Рубика, попробовать Рубику. Нужно еще пара ударов. Рубик погибает. Погибает также у нас Венга, Венга, дело НББ. В это время у Никса проблемы. Слушай, Никс здесь погибает, да. Деться ему было некуда. Фаник не успел, так же, как и не успел сюда у нас к Сане. И драка продолжается. Продолжают бежать вперед в Virtus.pro. Сейчас могут подцепить еще Фаник. У Фаника имеется ультимейт. Да его задержать могут, в принципе. Он замедлен неплохо, баночка полетела. Там ДД. Там ДД у Рамзеса. Сейчас могут забрать Фаника и могут зайти на хайграунд такими темпами, пока есть форма. И сломать Т3, а может быть даже и бараки. Там нет байбеков. Да нет байбека у Лайфстилера, нет байбека у Абадона. И Рубика с байбеком. Да. И вот о чем и говорилось. Сейчас вы просто лишаетесь стороны нижней. Так, дальше проблема у Рубика. Вот если его сейчас в байбеке заберут, а Заяц должен это делать, тем более с помощью Резоля. Но побежал, побежал. Недалеко, правда, но побежал. Заяц тут же на лапках своих пришел и добил. Да, да, да. И вот все, минус бараки внизу. Ксани попытался крифов срезать, я так понимаю, но бакдор протекшн включается слишком долго для него, к сожалению. Эмбер Спирит тоже ворвался тут не очень удачно, мягко говоря. И должен уходить на ремнатах. Тут уже Заяц через лапки не пойдет. Они еще не должны были откатиться. Ксани. Еще привязать попытался, привязал Нуна. Заяц побежал. И тут прибегает Рамзес. Нет, Рамзес пока что не прибегает. Форм у него нет, чтобы бегать так вот в наглую. Заберут и два Virtus.pro. И вот вам невероятный просто отрезок и грубая, грубая ошибка, конечно, Ташеров. Немножко они... Их, наверное, мне кажется, укачало, знаешь, от этого геймплея Virtus.pro. Когда тебе постоянно сплитпушат, по линиям гоняют. И мы видим, что как только Рамзес подключился к каким-то командным действиям со своими артефактами, шансов у Ашеров очень мало, конечно. Здесь очень быстро забирают ВП. Ноль шансов. Энтральную линию, да. Но не могут забрать вверх, потому что там все еще стоит Т2. Никс откатился, они решили отойти. Но, кажется, проблемы остались у Соло. Но он тут за эту команду... Соло, как обычно, разменная монета, знаешь, чтобы команда отступила. Там, кстати, Ирошан еще не так уж далеко. До него осталось минутки-полторы времени дополнительного. А это означает, что можно и около него окопаться сейчас по Vision Virtus.pro. Там 45 секунд. До появления Ирошана, да, это правда, можно за него попробовать подраться. Вопрос только в том, сколько там еще форм может дать от Рамзеса. Недолго. Недолго, как раз успевает. Все, это идеально. Так, тут те времена БКБ свежее мы видим имеется. И совсем-совсем скоро появится уже и Сатаник сверху еще для Рамзеса. Прикольно. Да, и что с ним делать, непонятно. Ну, сейчас увидим, когда Ривер появится, у него будет уже там, ну, хп побольше. Сейчас у него даже 2000 нет, и это звучит, мягко говоря, смешно. Но... Зато у него есть... Какая скорость атаке. Зато у него есть, по моим подсчетам, 49 армора, да, у него было под аурами, под всеми. Почти 50. Да, плюс. Армор сила, да. Пробить его, ну, можно, но... У него очень хорошая поздняя 10-секундная БКБшка. Это очень много вопросов решает, с учетом того, той грязи, которую делает Ашер, которую мы уже обсуждали, видели. И если Нун свои БКБшки сливал на то, чтобы давать ему пофармить, теперь Рамзеса тут забатил. Да, и плюс Сатаник у него тоже готов. Буквально одну кнопочку нажал, и на удар расстрелялся. Да, да, не сломал. Плюс еще и Сандер, незабываем, в наличии имеется. Да, ну ладно. Я так понимаю, сейчас, возможно, будет, если будет проиграна драка Ашерами, это, возможно, будет последняя для них драка за Рошана. Ну, тут интересный варк прям на подходе стоит, но Пошка его нашел, разбивать попытался. Сагрил на себя команду, а вот он Разес в форме, начинает грызть фанника, врывается к Сане, но Рамзесу плевать. Рамзес пока что под дизором. Есть Сандер, есть Сандер, Сандер имеется, но нет, Сандер не юзает, просто Сатаник отъедается, прожимает Рубик, Рубика байбека не имеется, погибает также у нас и Винга, Дизарм очередной теперь от команды Virtus.pro, Никса съедает, как же быстро заканчивается лайфстиллер, да, в таверну он отправляется, байбека у него тоже нет, но все, по-моему, конечная драка для Ашер, в живых остается один к Сане, его продолжают гнать, нужно бежать на базу, как-то выживать, да, все-таки выживает. А может, черт этого Рошана? Я думаю, они успеют у Рошана, на самом деле, такими темпами и сторону добрать последнюю, потому что 80 секунд в таверне сидеть, лайфстиллеру это очень много, и байбек у него не имеется. Да, он, видимо, Супер Баршер себе купил. Или нет, нет, слушайте, передумали Рошана, а почему нет, пока форма имеется, можно сразу в трон. Не успеет здесь никто рез, он с утолком снесут явно быстрее к Сане, подцепили, ульта есть у Спиритбрейкера, поэтому можно его вовсе забирать, очень много контроля у команды ВП сейчас имеется, конечно. ВГ, да. ВГ-шечку прописано. Один, один. Ну, тут под, конечно, был. Да, 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 согласен, здесь как бы вопросов нет, укачивали, 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 да последний укачивали, даже меня укачали, то есть вот это вот постоянное бегание по линиям, попытка, удачная попытка сплит-пуша, то есть, ну вот, собственно, вопрос к чему, чем занимался Нуан и вся команда, вторую половину карты. Минюры бы на ластецкую. Минюры уже сегодня был, хватит, посмотрели, как бы, да, большего ожидали, как говорится, разговоров-то было, на деле. Ладно, что уж тут, студия аналитики уже в сборе, мы передаем вам слово. На самом деле, хорошо, что у нас хотя бы одна серия полноценная была, 3D у нас предыдущая 2.0, все-таки была сейчас, мы въезжаем уже в 1.1, и катка, да, была скорее по макро просто круто сыграна со стороны Virtus.pro, сейчас, опять же, нам наши аналитики объяснят, как же они действовали, при том, что, опять же, мы помним, что первого же Рошана забрали Ашера, имели вот это ранее маленькое преимущество, почему не реализовали? Сложно пробивать вышки, то есть там Найкс, Эмбер, Абадон, то есть, по сути, вышку бьет только Найкс и Абадон, это как бы довольно-таки неплохо, но это немного по сравнению с тем, что там тренд, который, если что, еще может все это дело и подхилить, и в результате ребята страдали. Если, как бы, в этот момент ТБ с Фурионом находятся на другой стороне, которые, естественно, могут сплитпушить, то вышки у Ашеров, они падают с феноменальной скоростью, им просто приходилось там периодически возвращаться в защиту, и вот конкретно здесь по макро, да, действительно, ВП сыграли хорошо. Они безошибочно играли, нет, там ловили, понятное дело, кого-то, Ашер молодцы, ты ловишь на одном краю там Бэтрайдера, в другом краю у тебя Фурион, а в это время Треблейд набирает, 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 его ты там можешь убить только на каких-то там драках на Рошане, до этого там не высовывается и так далее. Ошибок от Virtus Pro было, ну, минимальное количество, ну, то, что, ну, без отдач сплитпушить ты не можешь, потому что рано или поздно всё-таки, ну, Ашер-команда серьёзная, но они должны как бы уметь ловить и уметь подлавливать. Плюс у тебя ещё там и Trend Protector тоже бегает, это всё скаутит. Ну, а в Лэйте мы говорили, что, ну, Треблейда здесь нечем пробить, потому что у него огромное количество армора, он когда набирает там себе вот эти там три, ну, четыре слота он набрал, да, у него там было Манта Стайл, Бабочка, МКБ и БКБ он себе в конечном итоге добрал, то всё. Ну, ты его просто не можешь остановить, не можешь пробить. Ты на него накинешься там всей толпой и ничего не сможешь сделать. Плюс этот Бэтрайдер, который фронтлайнер танчит, бегает, на него тоже, если на него будешь ресурсы все тратить, то с Треблейдом кто будет справляться? А он тебе, говорит, летает и в лосо хватает его основного персонажа. Я бы сказал, что проблемы были, когда вот как раз появилась свежая БКБ у ТБ, там сразу начались проблемы, потому что Найкс его не пробьёт, а потом тоже его как бы немножечко харасит. И Эмбер, который мог как-то постараться там молниеносно бастануть магию, он, соответственно, был вынужден просто ждать, пока ТБ там, это БКБ закончится. И в большинстве случаев этого БКБ хватало. Вот, допустим, есть у нас интересный момент, ну, там, одного за место, где можно посмотреть, что, в принципе, происходило вот в начале, когда там у нас ребята ещё не успели окрепнуть, это вот, не знаю, мой момент или мы. Ну, в общем, тут у нас пошли ребята драться, дали Сандер по Найксу, и в конечном итоге здесь, насколько я помню, БКБ у ТБ нет. Так вот, пока у ТБ нет БКБ, здесь много простора для Эмбера, то есть они там все дерутся, они, естественно, размениваются, но в конечном итоге магическим уроном здесь можно всё это пробить. Вот, и тут мы видим, что даже, в принципе, для ВП драк начинается хорошо, но потом вот приходят у нас ребятки и начинают душить. Здесь всё тратят на суппортах. Ластилер у тебя сидит в Абадоне, у которого есть ультимейты, до последнего именно разводят, пока там всё будет потрачено и так далее, пока на суппорт всё раскидают, все дизейблы. И ждут Эмбер Спирита, который подойдёт. Да. И вот как только это происходит, сразу моментально Ластилер вылезает с откулдауленным рыджом и влетает туда Эмбер Спирит, они 3 на 5 дерутся. Ну, в общем, эта драка, это наглядный напоказатель, что пока у ТБ не было БКБ, он был реально сладкой булкой, в которой он может в любой момент молниеносно лететь Эмбер Спирит и его разорвать. Но вот там потом будут моменты, где ТБ купился, необходимые артефакты, и там начинается миссия раскайтить ТБ, который просто месит всю команду, и он там был команду убивал, это был Кимбер, соответственно... Это 10 секунд при этом всём, да, то есть потом уже, конечно, миссия попроще, там 9-8, но вопрос только в том, что твоя база, скорее всего... Ну, он не торопился, да, он солил, мариновал ТБКБ, чтобы оно появилось в нужный момент, и можно было развалить. Соответственно, если бы Ашеры пережили этот момент критически каким-то образом и смогли бы раскатить, скорее всего, был бы шанс. Но тут уже очень хорошо играли ВП. Именно вот ВП во второй карте, они играли раза в три лучше, чем они играли в первой. В первой мы видели, что там происходило. В первой линии посыпались, и дальше они, мне кажется, уже просто поняли, что это спокойно. Ну, или смотрю с Юинти, они там бегают, там Рамзес на Урс, там чуть ли не по Т3 забегают, и нормально. Они, опять же, играют в лейт-персонажа на первой позиции, ну, на этой карте Террор Блейд был, и три персонажа с контролем по Блокенбару. Ты бегаешь, дерешься, 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 но ты прекрасно понимаешь, что в какой-то момент ты можешь пойти, даже проигрывая какую-то определенную сумму по Нотворцу, все равно выиграть драку, потому что у тебя есть Бэтрайдер толстый с мидой, это вторая позиция, у тебя есть Спирид Брейкер, который он сам по себе изначально жирный персонаж, и у тебя есть еще Тренд Протектор. Эти все парни, они имеют контроль по Блокенбару. И Ластилер, у него нужно супер много артефактов, всяких разных кнопок, чтобы это все пережить и не ставить в рейже за дизайнер. При этом всем ты можешь принять эту драку где угодно, потому что у тебя Трэвельный Бэтрайдер, у тебя Спирид Брейкер, Фурион, и поэтому ты в своих условиях всегда эти тимфайты начинаешь. Ну что, друзья, я думаю, что мы можем отправиться на... А у нас есть еще хайлайты, мне сообщают. Как раз таки видим, какой демон. Давайте его посмотрим. Это уже на чем сюда кончилось, как потом происходили драки попозже. Нет, это классическая фигня, когда ты в лейте бегаешь, мой хайлайтик, да, я его отмечал, и ты где-то бегаешь в лейте без байбэков на своих героях, и ты не вместе. Все-таки нельзя бегать без байбэков не пятером. И вот это три героя здесь, два героя только набегают, Абадон только бежит, Эмберспирит только бежит, Ластилер без байбэка, Мэшфулспирит без байбэка. Сюда зачем-то еще идут пытаются что-то навязать какую-то драку. Нужно просто было бы бежать и Абадону Эмберспириту, у вас какой-то хоть шанс был бы там что-либо сделать на базе. С Веншфулспирит, который через 30 секунд появлялся, у вас бы четыре героя были живы, а так у тебя и Веншфулспирит сейчас мертвый, и Абадон сейчас тоже умрет. Это пример, как ребята очень хорошо подловили на спидпуши, и соответственно, здесь уже какие бы герои не были, какие бы фактики у них не были. Да, в любом случае, если Ашера принимает драку 3х5, то ВП легко эту драку бежит. Просто не очень понятно, почему Гилл нажал на крипа свой разбег, который он состелил в начале файта, потому что он мог бы сдать его на топового крипа на онлайне и улететь от него. Его, конечно, потом бы нашли. Смотри, это как происходит. Вот такой момент, у тебя очень мало хп, у него прям там супер маленькая полоска, и ты как бы не успеваешь перевести экран, чтобы там попасть еще куда-то. Ты ближайшую цель кликаешь. Ближайшая цель, которая там находится в нескольких пикселях от тебя, это эти динозавры, эншенты. Вот на них ты и кликнул. Ну да, на самом деле, справедливости ради, я поправлю, там был байбэк у Венги, но да, самое главное, что у Кора и у Никса не было байбэка в начале этого файта. Да, и вот она статистика, опять же, по дэмиджам мы видим у Virtus.pro все замечательно, по счету, опять же, максимально приближены друг к другу, но при этом всем ГПМ совершенно разница из-за того, что, опять же, в Virtus.pro владели картой практически постоянно и занимались сплитом, соответственно, получая больше денег за свои действия. А сейчас мы отправимся на паузу в ожидании третьей карты решающего противостояния Virtus.pro против Ашер.